Так, мы остановились на учете себестоимости. Мы можем настроить регламентированное задание для расчета промежуточной себестоимости предварительной. Для этого просто здесь галочку ставим и настраиваем расписание. То есть, например, каждую ночь в час ночью. Все, у вас каждую ночь оно будет рассчитываться. Пока у вас не выполнена даже промежуточная себестоимость расчет, то в отчетах оперативного учета, например, валовая прибыль, у вас вот этот раздел себестоимость товаров, он будет пустой. Вы будете формировать их и видеть, что у вас ничего нет. Не пугайтесь, это нужно посчитать себестоимость. Так, ошибки при закрытии месяца. Закрытие месяца у нас находится в разделе финансовый результат и контролинг, обработка закрытия месяца. Здесь можно выбирать по всем организациям, либо какую-то отдельную организацию выбрать. Выберем по всем организациям. Здесь больше всего ошибок. В этой базе не так уж много ошибок на самом деле. Какие чаще всего встречаются ошибки? Это отрицательные остатки. Ну, это вот просто постоянно, несмотря на то, что включен учет, контроль остатков, все равно какие-то либо развернутая сайта по остаткам, то есть продали, например, там с одного склада. Это вообще в принципе, да, купили-продали, но почему-то по каким-то причинам документы не схлопнулись, не произошло с писанием. Либо непосредственно само отрицательное сальдо. В этом случае, вот в этой операции по закрытию месяца, здесь достаточно просто исправить. Мы вот просто нажимаем исправить. У меня даже здесь такой ошибки нет. Сейчас. Да, нет такой ошибки. Отрицательного. Она обычно вот здесь прямо сверху. Нажимаете исправить, и запускается помощник исправления остатков. Система вам предлагает варианты скорректировать развернутая сальдо, либо приходовать, либо списать товары. Обычно либо приходуют, либо списывают. Там не такие большие товары, и не очень сильно это влияет на прибыль и на все остальное. То есть просто делают приходование, либо списание. На самом деле это гораздо менее трудозатратно, чем искать эти ошибки, когда у вас там несколько тысяч документов за месяц. И, соответственно, там стоимость этого списания, она несущественная. Если же есть возможности, есть время, то, конечно, можно поискать прям непосредственно, непосредственно, в чем загвоздка. Как искать? Вот еще инструмент. Хочу показать. Это универсальный отчет. Не все бухгалтеры умеют им пользоваться. Можно его найти. Найти его можно через все отчеты. Например, открываем любой совершенно раздел, отчеты этого раздела и переходим вот внизу. Здесь есть гиперссылка. Все отчеты. И вот здесь можно набрать в поиске его во всех разделах. Что-то мне тут не выводится на самом деле. Либо еще вариант найти его через функции технического специалиста. Либо, если у вас есть программист 1С, то можно попросить его, либо системный администратор, чтобы он настроил. То есть функции технического специалиста вот здесь находятся, вот этой стрелочке. И здесь вы можете просто его поискать, а потом добавить его в избранное. Вот если он здесь найдет его. В этой вкладке, вот как-то в этом меню абсолютно все регистры, все отчеты, все константы, все, что в системе есть, все можно найти через это. То есть если вы не знаете, вам нужно открыть реализацию товаров и услуг, а вы не знаете, где она в системе находится, ищите, ищите, не можете найти в этой куче вкладок, то можно вот здесь поискать, и вам, допустим, реализация, вот вы ищите, вот, пожалуйста, реализация товаров и услуг, документы. Нажимаете, открывается справочник документов реализации. Это такой легкий способ все найти. Универсальный отчет. Это такой, ну, название само за себя говорит, мы сможем сформировать в нем абсолютно все. И здесь вы можете установить вот такую звездочку, да, нажать. И в этом случае, я думаю, вы знаете этот функционал, что вот в этом случае выбранный документ появляется в избранном вот здесь рядом с вашим фамилией пользователя. Вот. Что можно... Зачем мы пошли в универсальный отчет? Мы хотели посмотреть, ну, не знаю, себестоимость. Например. Например, вы делаете закрытие месяца, делаете закрытие месяца, и оно ругается, что там... что неправильно, что есть ошибки по регистру себестоимости. Раньше была такая ошибка в системе, сейчас 1С ее исправила, но такое бывало, что отрицательные остатки, точнее, как эта ошибка была, когда есть остатки суммовые, а количественных остатков нету по регистру себестоимости. И вот, и все, и месяц не закрывался. Мы можем посмотреть, выбрать регистр накопления себестоимости, например, да, остатки обороты посмотреть, сформировать его там за этот месяц. За этот месяц также через настройки, когда мы открываем настройки, у нас тут множество вариантов выбора. Мы можем добавить отбор, добавить его по номенклатуре, ну, что угодно, какие угодно отборы добавить, какую угодно структуру себе сделать, чтобы все это видеть красиво. И вот здесь мы можем посмотреть, что у нас происходит. То есть по этому отчету мы можем проанализировать все движения регистра в разрезе выбранной аналитики, да, и посмотреть, где у нас ошибка, найти эту ошибку. И, соответственно, тогда понять, как мы ее исправим. То есть либо сделать корректировку, либо документ провалиться, его откорректировать. Вот, то есть этот универсальный отчет, он очень полезный для работы с поиском ошибок. Что у нас здесь? Система ругается еще часто. Неоформлены документы по НДС. Тоже, опять же, все просто. Либо мы можем здесь нажать кнопочку «Оформить», либо перейти в «Финансовые результаты контроллинг», запустить помощник по учету НДС, и он нам предложит. То есть мы можем выбрать организацию, и он нам предложит оформить все документы, которые не оформлены. Например, мы здесь видим, что у нас не выставлены счета фактуры по реализациям. Просто нажимаем «Выставить», и система запускает помощника в выставлении счетов фактур. И, пожалуйста, оформляем все. Ну, то есть мы их можем выбрать все. Весь список, если их тут много, то нажать «Контрол-А», у нас будет выбран весь список. Оформить счета фактуры, и если какие-то ошибки, то система здесь внизу напишет, что там, например. А, это у нас она объединяет. То есть если нам часто бывает такой сводный счет фактуры нужно выставить, то вот тоже поможет вот такое выделение и выставление сводный счет фактуры. То есть вот такой помощник по учету НДС, он похож на помощника в бухгалтерии, в бухгалтерии предприятия, но он более расширенный. То есть он делает авансы от покупателей. Сейчас давайте посмотрим какой-нибудь более предыдущий период, более старый. Тут тоже все равно ничего нет. Ну, в общем, видим, да, что здесь и с помощью этого помощника можно выставить счета фактуры по невыставленным реализациям, оформить авансовые счета фактуры на поступление оплат от покупателей, опять же, там, по налоговому агенту выставить счета фактуры, удержать НДС, оформить отчеты комиссионеров, выставить счета фактуры на комиссионное вознаграждение, ну и так далее. То есть можно сделать абсолютно все, в том числе раздельный учет. Этот помощник полностью закрывает все вопросы по учету НДС. Если у вас, вы формируете там книгу покупок и видите, что у вас что-то где-то не то, то перезапустите помощник по учету НДС и пройдитесь еще раз по всем его операциям. Здесь очень много операций. То есть и можно сформировать и ручные записи книги покупок, книг продаж и регламентные операции сделать это, сформировать движение по партиям товарораспределения НДС, если у вас раздельный учет ведется, сформировать отчеты НДС. В бухгалтерии предприятия аналогично. Прежде чем формировать декларацию по НДС, запустите помощник, пройдите по нему. Я знаю, что, скорее всего, вы это делаете, но было такое, я встречала в своей практике, что бухгалтер этого не делал. Вот. И, соответственно, декларация по НДС формировалась некорректно. Если где-то ошибки все равно возникают, то есть вы запустили помощник, все сделали, все операции, формируете декларацию по НДС, у вас все равно что-то не идет, ну, тогда нужно более глубоко копать, значит, где-то ошибка в первичных документах. Еще вот по первичным документам, хочу сказать, тоже встречается иногда, сейчас гораздо реже, но такая ошибка все еще встречается. Даже в этом году я ее не встречала, в начале прошлого года, последний раз я ее встречала. Это ручная корректировка, а нет, даже в конце прошлого года тоже встречала, ручная корректировка проводок. Я хочу сказать, что, да, вот галочка такая есть. Вы можете здесь поставить эту галочку, что в ERP, что в комплексной, что в бухгалтерии предприятия, там везде эти галочки есть. Вы можете поставить, можете здесь все поменять, все, что вам нужно, но не рекомендуется это делать ни в коем случае, потому что такие проводки повлекут за собой в дальнейшем ошибки. Поэтому, ну, вот просто категорически не рекомендую. Я даже не могу сейчас придумать случаи, когда можно поставить вот эту галочку. Вот просто таких случаев нет. Единственный вариант может быть, если вы решили полностью испортить весь учет в системе и перейти со следующего месяца на абсолютно чистую новую базу, ну, тогда можете поставить эту галочку. А если же вы хотите продолжать работать и хотите, чтобы у вас хорошо закрывались месяцы, корректно распределялась себестоимость, формировались отчеты, категорически нет, категорически эту галочку не ставьте. Ни в какой системе, ни в ERP, ни в бухгалтерии. Если у вас неправильно формируются проводки, значит, проверьте настройки формирования проводок. Если это бухгалтерия, проверьте счета учета номенклатуры. Там есть такая настройка счета учета номенклатуры. Если это ERP, проверьте настройку статей расходов. Либо еще вот здесь у нас есть в разделе финансовые результаты и контролинг, есть статьи расходов, есть правила распределения расходов. К этим правилам как раз обращается у нас закрытие месяца. Эти правила мы выбираем в статьях расходов. Здесь я останавливаться особо подробно не буду. Здесь есть разные варианты, да, как распределять мы, как распределяются между партиями, между направлениями и так далее по показателям. Это именно правило. Как вы будете распределять, например, вот как ваш 20-й счет распределяется на счет 90-02, как он распределяется по направлениям деятельности или по направлениям и по сумме реализации, или, например, он распределяется по количеству выпуска продукции. Ну, в общем, вот это вот все вы настраиваете в этом разделе. И потом вы эти правила выбираете в статьях расходов. Соответственно, когда вы делаете рекламные операции по закрытию месяца, в принципе, у меня тут на самом деле больше и нету ошибок. Вот это отрицательные остатки чаще всего возникают. Какие-то, может быть, не схопнутые, развернутая сальда. Ошибки могут возникать также в связи с установкой галочки «Ручные проводки». И вот ошибки тоже часто возникают при распределении расходов по направлениям деятельности. В связи с чем они возникают. Я уже говорила, что если вы в статье расходов, покажу еще раз, да, статья расходов. Если вы на вкладке «Основное» выбрали, например, «Списать на финансовый результат», это значит, что расходы будут списаны на счет 90. 90.02 или 90.08. Точнее, нет, на 90.02 нет. «Списать на финансовый результат» – это значит, что 90.08 или 90.07. То есть на 90 счет. И выбрали, и не выбрали правила. Вообще не выбрали. Вот так статью сохранили. Система дает ее записать. Соответственно, закрытие месяца вам будет ругаться. Оно видит, что списать на финансовый результат. А как списать? Оно не понимает. Ну, система не понимает. И у вас при закрытии месяца будет эта ошибка вырегистрироваться, и будет она у вас вылезать. Или вот, например, есть остатки по регистру прочих расходов. Ну, здесь, в принципе, тоже нажимаем подробнее, и можем все посмотреть. То есть мы видим, что у нас есть расходы, которые не списаны, не списываются. То есть у нас статья... Да, здесь, скорее всего... Вот. У нас здесь есть статья отразить на производственных затратах. То есть мы вот эту амортизацию должны отнести на 20 счет и распределить как-то по правилу. По партиям, по правилам, по материальным затратам. Но в этом месяце у этой организации не было материальных затрат. И, соответственно, у системы нет базы для распределения, и она не может распределить все. Месяц не закрывается, будет вылезать такая ошибка. То есть вот проверяйте настройку правил распределения. Еще какие ошибки. Остатки. Ну, тоже вот остатки по регистру прочих расходов. То есть у нас... Ну, да, это же статья. Амортизация оборудования вылезает. Или вот, например, статья расходов аренда зданий. Ну, тоже, да, распределение по материальным затратам. То есть у организации не было деятельности, может быть, или что-то. Ну, деятельности у организации не было, а аренда у нее была. То есть за аренду заплатили и выбрали, когда вводили документ приобретения услуг и прочих активов, выбрали вот эту статью в этом документе, а в статье правило, что распределить на 20 счет. А как? Непонятно. В этом случае тогда нужно поменять статью в документе приобретения услуг и прочих активов. То есть в том документе, в котором вы вводите эти затраты. Месяц у вас, так как вы закрываете месяц, значит, он еще не закрыт, то, соответственно, все у вас встанет. Либо же, если у вас как-то каждые три дня закрывается период, и вы уже не можете отредактировать документ, то сделайте реклассификацию расходов документом, регистрация прочих доходов и расходов. Вот, соответственно, такие ошибки. Дальше у нас система как раз делает с помощью обработки по закрытию месяца, она делает отражение документов в регламентированном учете. И здесь могут возникать ошибки из-за того, что не настроены счета учета. Настраивать счета учета мы можем... Она здесь... Я просто дальше тут не могу пойти, пока не исправлю все вот эти остатки по регистрам прочих расходов. Если у нас есть документы, не отраженные в бухгалтерском налоговом учете, здесь у вас тоже будет исправить. Вы нажмете, и вам откроется вот этот помощник, который находится в разделе «Регламентированный учет». Отражение документов в регламентированном учетом. Здесь мы можем вот по этой гиперссылке провалиться и посмотреть наши настройки, ну, так скажем, настройки проводок. Вот, например, настройки учета номенклатуры. Вот у нас есть разные группы финансового учета номенклатуры. Мы в них задаем настройки. Прочие доходы. Часто бывает ругаться. Ну, бывает такое, что мы вводим документы приобретения товаров и услуг, ввели новую номенклатуру, выбрали, что это товары, а настройки счетов не задали. В конце месяца у нас поругается. И, соответственно, на проводке не будут делаться. Мы будем заходить в документы, нажимать «Отразить в регламентном учете», и у нас ничего не будет происходить, потому что они настроены. То есть вот здесь, ну, это простая ошибка. Просто сюда проваливайтесь, настраивайте, как нужно, и все. И запускаете помощник по закрытию месяца снова. Что еще хочу сказать? Часто в системе, в ERP и в комплексной, опять же, есть такой, ну, как не знаю, особенность этой системы, что по каждому документу, каждый документ он формирует, может формировать очень много различных записей по разным регистрам. Очень много от него может тянуться ниточек, связей с другими документами. Если в бухгалтерии мы провели там реализацию, что-то не понравилось, пометили ее на удаление, удалили, и все. И все у нас хорошо, красиво все удалилось. В ERP комплексное управление торговлей такое может не пройти, потому что могут сформироваться вот эти все ниточки, вот наши эти ключи, аналитики, которые могут не удаляться, если мы помечаем документ на удаление. То есть часто такое бывает, что у нас, например, не выбрано направление деятельности в документе реализации, соответственно, у нас выручка неправильно встает на счета учета, неправильно финансовый результат формируется. И бухгалтер там выбирает в реализации товаров и услуг направление деятельности, пытается провести, а система уже не проводит, потому что есть приходный, расходный ордер, есть там задание на перевозку, и вот это все взаимосвязано, и все, и никак не провести. Вот, поэтому в этом случае есть два варианта. Это первый вариант – это распроводить всю цепочку документов, причем прям вот именно распровести сначала, потом исправить, потом снова провести эту всю цепочку документов. Очень трудозатратно. Либо еще вариант – если вы хотите что-то удалить, опять же, ту же реализацию, то опять проверяйте. В цепочке документов могут быть документы, которые после этой реализации сделаны. Соответственно, вам нужно их распровести, удалить все связи с реализацией, потом эту реализацию распровести, пометить ее на удаление. Это трудозатратно. Поэтому, если вот такая ошибка вылезает, что документ нужно исправить, уже 150 документов после него заведено, то делайте либо реклассификацию доходов, опять же, да, вот наш универсальный документ – это отражение прочих доходов и расходов. Ну вот сделайте здесь, перекиньте с одного направления деятельности на другое, именно этим документом. Либо можно, крайний случай, если вот ничего не получается, то это операция вручную. И самый-самый крайний случай – это вот эта вся сумасшедшая цепочка распроведения документов. Хотя это тоже не рекомендуется. То есть можно изначально установить настройки, установить настройки в договорах. Важно очень правильно заполнять договоры с контрагентами, с поставщиками, с покупателями, и там выбирать все реквизиты, чтобы они у вас в документах заполнялись. То есть если вы, например, заполняете договор с покупателем, то здесь заполните абсолютно все. И счет организации и подразделения. То есть вот у вас в этом договоре не заполнено, соответственно, в реализации оно тоже не будет заполнено. И, соответственно, у вас может аналитика сбиться дальше. На вкладке «Учетная информация» заполняйте направление деятельности, группы финансового учета, расчетов. То есть все вот эти вкладки нужно заполнять обязательно. Ну, в принципе… А, вот еще по резервам я хотела вам сказать. По резервам сомнительных долгов настройка таких резервов часто встречаешь, что они не формируются. На самом деле по законодательству их нужно формировать. Поэтому настраивайте в учетной политике, в разделе «НСИИ администрирование». В учетной политике настраиваются на вкладке «Резервы». То есть формировать в бухгалтерском учете, в налоговом, резервы отпусков. Все это тоже настраивается в учетной политике. И дальше они формируются закрытием месяца, резервы, то есть с помощью закрытия месяца. И корректировать вы их можете в разделе «Финансовый результат в контроле». Если что-то у вас… Если что-то сформировалось не так, как вам нужно, то вы можете зайти вот сюда. Они будут в разделе «Рекламентные документы». Здесь есть… Здесь все рекламентные документы сюда записываются, которые сформировались с помощью закрытия месяца. И вы сможете… Ну, в принципе, здесь можно поправить, если система это позволяет. То есть вы, например, проваливаетесь сюда. Например, себе стоимость вы поправить не можете. Так. А резервы можно исправить, потому что там есть табличная часть. Вы можете туда зайти и их поправить. Вручную прям. Так. Ну, вот. То есть, в принципе, все, что я вам хотела рассказать. Задавайте свои вопросы. В бухгалтерии была возможность выстраивать документы по временному порядку, даты и время. Где такое в ERP найти? Смотрите, если вы открываете журнал документов… Сейчас закрою все лишнее, чтобы не мешало. Вот вы открыли документы продажи все, например, да. Здесь у вас реализация, счета фактуры и все остальное. Вы можете здесь, во-первых, настроить себе список. Вот здесь вот гиперссылка настроить. И можете выбрать… Если вы не хотите видеть акты, не хотите видеть там счета фактуры, не хотите видеть, они вам на данный момент, например, не нужны, можете установить вот реализацию и выбрать только реализацию. Вам будут отображаться только реализации. Вот так вот, да, упростить себе. То же самое там по организации сделать отбор. По дате вы отбираете вот здесь, то есть просто нажимаете, ну, по-моему, «Бухгалтерии» точно так же. Либо вот стрелочку вверх, либо стрелочку вниз, и они формируются по дате ввода в систему. Связанные документы, связанные документы вы можете посмотреть. Вот выбираете документ в списке, либо же открываете его. Если вы в списке выбрали, то вот эта кнопочка с… Такая вот иконка, отчеты, она называется. И здесь есть связанные документы. То же самое из самого документа непосредственно. Вот если вы его откроете, здесь все есть. Вот отчеты, связанные документы. Вот здесь вы видите, что до этого документа было что-то сделано, и после этого документа тоже что-то сделано. Можете встать на какой-нибудь другой документ этой цепочки и вывести для него, вывести для текущего и увидеть, какие документы сделаны по заказу. То есть по заказу может быть несколько реализаций сделано, могут быть там приходные ордера, могут быть заказы поставщиков сделаны. В принципе, они как раз и группируются по дате. То есть у нас заказ тут 1-го числа, дальше у нас тут реализация от 5-го. Вот так цепочка вниз, она будет по дате формироваться. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если еще какие-то вопросы есть, задавайте. У нас время уже поджимает. Хочу сказать, кстати, что в ERP и в комплексной автоматизации еще про раздел зарплата. Если у вас ведется зарплата непосредственно в этой же системе, то эти разделы зарплата и кадры абсолютно идентичны программе ZOOP, 1S ZOOP. То есть если вы работали в ZOOP и в зарплате управления персоналом, которая вот отдельная и только зарплата, то вот имейте в виду, что в комплексной и в ERP как бы эта программа туда встроена, то есть абсолютно одинаково. Если вам нужно сделать, например, индексацию зарплаты, то вы это делаете. Там сначала штатное расписание меняете, потом вводите документы. Если вам нужно там перевести, поменять начисление у сотрудника, у него, например, изменился оклад, то делаете документы, вводите изменения начислений с какой-то даты. То есть абсолютно точно так же, точно такие же документы регистрируются, как и в ZOOP. Единственное различие, что в ERP, в разделе зарплата, у нас есть раздел бухучет. И вот этот бухучет тоже часто встречаются ошибки, когда неправильно настраиваются статьи по зарплате. И вот как раз они вот здесь настраиваются. Бухучет начислений сотрудников. И мы вот здесь создаем статью, ну, создаем настройки для ведения, как это, отражения зарплаты в регламентированном учете. То есть вот оно все настраивается у нас здесь. Вот еще, значит, есть раздел бухучет. И есть еще раздел настройки. Да, вот настройки. И мы здесь в этих настройках тоже настраиваем показатели для расчета зарплаты. И также там способы выплаты зарплаты и все остальное. И также настраиваем статьи расходов, на которые будет относиться зарплата. Статьи расходов мы можем изначально здесь задать, да, в разделе финансовый результат контролинг. Вот зарплатная плата, например. И мы ее тоже, эту зарплату можем отнести на производственные затраты, либо на финансовый результат списать. Не в журнале, а если документы проведены в разное время. Реализация 18, выпуск продукции в 20. Что сделать, чтобы документы выстроились в нужном порядке? По времени выпуск, потом реализация. Вы знаете, вам это сделает система. Вы когда запустите регламентные операции по закрытию месяца, то здесь вот есть... Где? Не вижу. Уже не вижу. Ну, в общем, есть как это... Корректировка вылетела из головы. Ну, в общем, эта система делает в разделе... В составе обработки регламентной операции по закрытию месяца она выстраивает взаимосвязи документов между собой. Если в закрытии месяца не выскакивает, то значит, все хорошо. Если вот вы запускаете закрытие месяца, и оно не ругается на отрицательные остатки, не ругается на расхождение по регистрам, а просто, ну, закрывает и закрывает. Все, закрыло вам, все хорошо. Не ругается ни на что. Вот, это значит, что все внутри... Оно у себя внутри сделало сопоставление и перепровело все документы. Вот, на самом деле, закрытие месяца, оно не перепроводит документы. Оно просто вот именно схлопывает. По факту, да, по факту это не совсем правильно, потому что если вы откроете оборотку, например, в 18.00, то у вас по ней будет минус, я понимаю. Но вот система позволяет так сделать. То есть либо здесь вариант, либо проводить, поправить время именно как-то вручную, да, либо, например, запустить групповую обработку по исправлению документов и поправить у них время. Вот, если вас это смущает. Но в целом, если система вам закрывает закрытие месяца нормально, себестоимость считается правильно, посмотрите, проверьте расчет себестоимости, то не стоит обращать внимания. На самом деле, если включен учет контроля остатков, то часто может ругаться. Бывает такое, что ругается из-за времени. Посмотрите, включен ли у вас контроль остатков. Вот, да, с точки зрения бухгалтера, многие моменты в ERP пугают, потому что они вот прям неправильные. А групповая обработка, смотрите, групповая обработка у нас есть, находится в разделе INCE администрирования. Так, сейчас я ее... Вот, на INCE администрирование, обслуживание, корректировка данных. Здесь вот есть обработка групповой, изменение реквизитов. Кстати, здесь достаточно много хороших обработок. Это и поиск и удаление дублей, это и вот правила проверки учета. То есть здесь вы можете проверить ссылки, циклические ссылки друг на друга. Здесь тоже вам ошибки выдаст. И удалить, удаление помеченных объектов. Можете сделать. Тоже здесь. Вот INCE администрирование, администрирование, обслуживание. И вот эта обработка групповое изменение реквизитов, но она как... Она похожа на... Как в бухгалтерии есть групповая обработка документов. То есть здесь вы выбираете документ, например, там реализация, да? Ну, не знаю, заказ. Выбираете заказы, проваливаетесь вот сюда вот в гиперссылку все элементы, и здесь вы можете настроить отбор. Например, добавляете условия, например, дата. По дате выбираете дату, там, меньше, меньше сегодняшней даты 18.00 до больше даты сегодняшнего времени 20.00. Отбираете, вот у вас тут отобраны элементы. Внизу вот выбраны из 57 элементов у меня система нашла. И дальше вы ищите тот реквизит, который хотите изменить, и изменяете. Например, представляете 05.03 в 12.00. Ой. 05.03 в 12.00. Вот. И нажимаете «Изменить реквизиты». У всех выбранных элементов будет изменен реквизит дата-время на ту, которую вы задали. Групповое перепроведение – это другая обработка. Групповое перепроведение – это другая. Это вот именно групповое изменение реквизитов. Здесь вы можете изменить реквизиты у нескольких документов сразу. То есть вы можете, например, документ основания поменять, договор. То есть у вас, например, есть несколько реализаций, там, 15 штук, ну, или тысяча, или тысяча, у которых неправильно выбран договор по одному контрагенту. Ну, вот вы видите, что неправильно выбран. Вы отбираете, заходите сюда, проваливаетесь во все элементы, добавляете условия, выбираете контрагент, например. Выбираете этого контрагента, период, задаете дата меньше такой-то даты, дата больше такой-то даты. Вот такие вот отборы. И по этим отборам отбираете все документы по этому контрагенту и меняете их в договор в этих документах. Например, так. Или группа финансового учета расчетов. Ну, в общем, все реквизиты, которые можно поменять, они вот здесь в списке есть. Вы их все можете поменять групповым способом. А групповое перепроведение – это немножко другая обработка. Вот здесь ее даже нет в обслуживании. Сейчас смотрю, где она. Вот проведение документов. Она – это вот такая обработка через все функции ее. Либо просто попросите системного администратора вам ее вывести куда-нибудь в какой-нибудь раздел на форму. Здесь вы выбираете… Здесь она немножко тоже отличается от бухгалтерии, потому что здесь вы можете выбрать по виду документы. Например, авансовые отчеты вы выбираете. И вот за период вы выбираете период. И здесь за этот период вы можете перепровести все авансовые отчеты, например, на «За март». Или выбрать все документы, добавить все. У вас абсолютно все документы системы перепроведутся. Ну, в 1С ERP это не так сильно нужно делать. То есть в бухгалтерии там вы прямо при закрытии месяца, когда закрытие месяца делаете, вам система перепроводит все документы. Либо вы можете отдельно запустить, потому что там проводки формируются, вообще, в принципе, финансовые результаты, какие-то движения документов формируются при его проведении. В 1С ERP комплексное управление торговлей не всегда это нужно. Достаточно бывает, например, сделать отражение в регламентированном учете, и тогда у вас будет формироваться оборотно-сальдовая ведомость. Хочу еще заметить, что в ERP комплексной отчеты наши, бухгалтерские отчеты по бухгалтерскому учету, точнее, по налоговому учету, тот же отчет по НДС, декларация по НДС и декларация по налогу на прибыль, они формируются не с проводок, они формируются с регистров. То есть, например, у нас есть документ реализация, у него есть проводки, вот какие-то проводки. А еще у него есть движение по регистрам. Мы их можем посмотреть через отчеты, движение документа. И вот здесь вот у нас этот документ делает множество движений в системе, кроме проводок. Бухгалтерии тоже делают, но там не так уж их и много. Бухгалтерия, в принципе, направлена вся на ведение бухгалтерского учета. ERP же направлена на ведение оперативного учета. Например, вот выручка и себестоимость продаж. Или вот НДС продажи. То есть в декларацию по НДС, так, декларацию по НДС, у нас подтянутся данные вот из этого регистра. То есть в книгу продаж изначально подтянутся данные, точнее, не из этого, а из счета фактуры. Но вот из регистров накопления, которые связаны с НДС. Имейте это в виду. Если у вас, вы формируете обратно-сальдовую ведомость и книгу по продаж, например, у вас не сходятся данные, значит, у вас идет расхождение между проводками и регистрами. Здесь уже надо искать ошибку глубоко. Но в бухгалтерии там тоже есть, да, регистры по НДС, но они, как сказать, более простые, что ли, ну, как мне кажется, для моего восприятия. Да, вот восстановление последовательности. То есть в ERP при закрытии месяца система делает восстановление последовательности. Она не перепроводит непосредственно перепроведение документов. Она не делает. Она делает восстановление последовательности. Что еще? Ну, в принципе, я уже вам рассказала все, что я хотела рассказать. Если вопросов больше нет, то мы можем закрывать, закругляться, заканчивать. Хорошо, все, тогда вижу, что вопросов, в принципе, больше нет. Спасибо большое, что пришли сегодня. Извините еще раз за неполадки. Поздравляю вас с наступающим праздником 8 марта. И всего вам доброго, успехов в работе. Да, и спасибо вам, что пришли. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok